АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, в заключение нашего этапа Перед вами немного не хотелось бы поднять тему Отказоустойчивости Это то, что все боготворят Точнее, то, за что прямо боготворят И что нужно планировать И, соответственно, МСИР тоже все это Единственное, так сказать Вот Но, как видно на практике, не всегда люди остановлюсь В чем же он заключается Отказоустойчивость И почему это делает Ладно, аПЛОДИСМЕНТЫ Поговорим сегодня об этом Пару слов обо мне Я знал АПЛОДИСМЕНТЫ В 2014 году Когда была версия 0.2, 0.3, где-то там Просто заинтересовал язык Я сам понимался IRS разработкой в то время Мой язык понравился Просто было интересно посмотреть Поразбираться в том, что он себя представляет Вот Пару лет покатрибутил его И уже два года спустя Начал проработать ШОПНЫЙ СПИЛ Направление с IRS DROCKING На бэкэм разработку И дальше писать на МСИР сразу на бэкэм Вот И СПЕКТОР Мне это очень нравится Сейчас работаю в компании PENTRACT BOOK Мы занимаемся электронным документом У нас бэкэнд полностью на IRS DROCKING Используя попутные Сопутствующие технологии Вот Это моя вторая компания Я занимаюсь эликсиром Вот И так сложилось, что Везде, где я работаю на бэкэнде Там буквально два-три человека И мы Своими усилиями Разрабатываем весь бэкэнд На котором держится потом сервис Вот я считаю отчасти благодаря тому, что Эликсир позволяет довольно Такими Малыми Короче, имея малые ресурсы С точки зрения специалистов Делать вполне полноценные приложения Вот И собственно На контракт BOOK И сейчас мы работаем У нас Где-то в неделю Точнее в день Порядка от 30-40 Активных пользователей Может быть На пике Вот И Каждую неделю Практически появляются какие-то интересные Либо В проблемах пользователей Либо Либо Лег rozp появляются баги в коде Потому что мы Сейчас forcément наращиваем Аудиторию Параллельно перед фичей И Как бы Как ни хотелось Биллион баги прокладываются ватчен Но у нас есть такое можно сказать pipeline Когда мы Мы быстро эти баги находим, можем быстро пофиксить. И в принципе это не сильно влияет на работоспособность сайта и пользователей, если все довольны. Я считаю, что все благодаря этому, что мы используем Elixir. И сегодня я хочу поделиться уроками о том, как его использовать, чтобы у вас тоже все было хорошо продавшим. Начнем с того, что такое отказоустойчивость. По-простому это способность системы и его приложения продолжать работу, если какой-то из компонентов умер или произошла ошибка в нем. То есть по сути способность системы изолировать ошибки, когда что-то одно отваливается, все остальное продолжает работать. Например, пример из жизни, если вы летите на самолете, у него отказал один двигатель. Вы не ожидаете, что самолет сразу рухнет на землю. Вы ожидаете, что он продолжит лететь и хотя бы сможет совершить его игру на посадку. Это отказоустойчивость. Или если у вас есть веб-сервер, который обрабатывает тысячи запросов в минуту, но во время обработки одного запроса происходит ошибка, какой-то банк входит. Этот запрос отваливается, то есть сервер освещает ошибку 500, но все остальные запросы продолжают работать. Это тоже отказоустойчивость. Собственно, в случае веб-серверов это не новость. Во всех языках есть какая-то степень изоляции запросов друг от друга. Но именно в виртуальном решении Эрланга это отказоустойчивость, она лежит в основе языка. То есть в самом языке включают кривитивы, благодаря которым нам особо не нужно задумываться о том, что мы случайно где-то не написали там try, race. Ну и более наглядно это выглядит вот так. Как мы видим, часть системы поломалась, но она продолжает работать и уезжать в основе функции. Почему это важно? Ну, собственно, довольно очевидный ответ на этот вопрос. Всем, нам никому не знать не понравилось бы, если бы мы пытались что-то сделать в приложении, и нам бы просто выдавалась ошибка, и все, ничего больше не происходило бы. Например, бывало ли у вас случаи, когда вы пытались купить билеты на сайт, авиабилеты на сайте, а у вас не прошел потеш. Часто происходит такое, что ты пытаешься купить билет, карточки не принимаешь, или какая-то другая проблема, и после этого ты возвращаешься на главную страницу сайта, и тебе нужно повторять без процесса бренирования завтра. Это тоже в какой-то степени отказ-устойчивость, но не в том виде, в котором хотелось бы пользователя. Пользователю хотелось бы, чтобы его бренирование сохранилось, и он мог попробовать оплатить еще раз, и попробовать вести другие платежные данные. То есть, таким образом, способность системы работать дальше в случае ошибок, это не просто бинарная характеристика, то есть не просто система работает или не работает. Разные компоненты могут иметь разные свойства. То есть, когда какая-то задача завершилась с ошибкой, может быть возможность повторить ее, не теряя весь стейт или весь контекст, который мы накопили до этого момента. И, соответственно, для того, чтобы реализовать какой-то хороший UX в системе, для этого у нас есть ряд инструментов. И эти инструменты в бэкосистеме Erlang и Erlang и Erlang и Erlang и Erlang, по сути, встроены в конструкции языка. То есть, процессы, мониторы, софт-дивизоры и так далее. Но что интересно, когда мы смотрим, точнее, когда люди приходят обычно в бэкосистему Erlang и Erlang и Erlang, я впервые читаю документацию, постоянно видна вот эта фраза «Fault Tolerance». А когда мы с любым другим языком знакомимся, то там почему-то это не фигурирует. То есть у них нет такой проблемы. Или что происходит? На самом деле, я думаю, просто в других языках нет необходимого словаря, чтобы даже начать серьезно обсуждать эту проблему. То есть обычно практически все языки иноинстримовые, они по ночам, как бы программу напишите, она работает в одном потоке. И этот поток выполняется в рамках одного процесса операционной системы. Если что-то там пошло не так, если у вас какая-то ошибка, то процесс падает, вы должны его перезапустить, чтобы система восстановилась. А в случае же с Elixir, у вас получается более гранулированный дизайн вашего приложения. То есть процесс, у вас не просто один процесс, это одна программа, а внутри вертальной машины AirMobby у вас может быть множество процессов, которые представляют разные логические единицы вашей программы. Соответственно, когда что-то фейлится, это фейлится в одном процессе внутри вертальной машины AirMobby. А вся система продолжает работать. И, собственно, благодаря этому, когда мы говорим об AirMobby или об Elixir, мы можем увидеть, что мы действительно делаем оказываюстойчивое приложение. Просто не нужно делать какую-то настройку над нашей программой, а мы прямо внутри нашего приложения имеем все свойства, которые обычно реализуют на уровне операционной системы. Ну и давайте, чтобы не быть… Так как это практическая оказываюстойчивость, рассмотрим пример. Собственно, в ходе. Представьте, что у нас есть сайт, который можно заражать, например, Pdf, называется SuperDocs. И мы реализуем процесс регистрации нового пользователя. Этот процесс состоит из нескольких шагов. То есть у нас есть создание записи в таблице аккаунтс на базе данных. После этого мы создаем Pdf-документ в личном кабинете пользователя, в котором будет какое-то приветствие. То есть нам нужно будет сделать этот процессинг, чтобы подставить имя пользователя в этот документ и сохранить его, ассоциировать с этим аккаунтом. Дальше, конечно же, нужно отправить email со ссылкой на подтверждение этого адреса электронной почты. Потом, если у нас есть какая-то система биллинга, то мы хотим создать для ней сразу кастомера для этого нового пользователя, например, как в этом делается в Stripe. И, допустим, есть возможность пользователя, когда он заэкстрелился, инфортировать уже имеющиеся в него документы из какой-то другой системы. Вот это мы тоже предоставляем на этап регистрации. И, получается, у нас есть такой экшн-контроллер, который делает эти несколько шагов, и если все прошло успешно, то он возвращает статус 200. Но, понятное дело, что не все так сладко, потому что на любом из этих шагов у нас может произойти ошибка. То есть, когда мы пытаемся создать запись в таблице, в базе данных, у нас может не быть соединения с базой данных именно в этот момент. Особенно, если она находится на другой физической машине. Когда мы пытаемся создать sample-документ, то есть, сделать какой-то processing PDF, она сможет там произойти ошибка. Тогда этот момент не создадится. Точно так же у нас при попытке отправить email с информационным, или при попытке обратиться к какому-то внешнему API, в этот момент может не быть интернетом в нашем сервере. Соответственно, эти шаги тоже зафейлятся. Ну, не тоже, а один из них всегда может зафейляться. Вот. В этом случае, как бы, наша система продолжит работать. То есть, этот запрос вынется с ошибкой 500, пользователь не сможет зарегистрироваться, но, в целом, другие пользователи могут продолжать пользоваться сами. Но, что нам бы хотелось сделать, это нам бы хотелось все-таки добавить лучший QX всего этого процессора, чтобы пользователь мог сделать, как бы, то, что ему стихно важно для регистрации, то есть, чтобы мы могли создать его в этой базе данных, вот, ну, и создать сэмпл-документ. Это мы считаем, как бы, остальные вещи, без которых регистрация не может пройти. А все остальное уже опционально, и его можно выполнить после того, как пользователь зарегистрировался, чтобы обеспечить ему возможность начать пользоваться этот сайт, но даже если произносит какая-то ошибка. Вот. И дальше мы смотрим, как мы это сделаем, то есть, как мы реализуем такую отказоустойчивость, которая, как бы, дает нам, так же, примерный QX для пользователя. Упс. Вот. Но, прежде чем мы рассмотрим наш этот пример, нужно сделать небольшое, как бы, вспомнить немного о том, какие примитивы у нас есть в Алексея для создания, собственно, для построения отказоустойчивости. Вот. И хочу начать с того, что вы сейчас слышали эту фразу, «Let the crash». Это то, что любят говорить в мире Эрландер, что, мол, у вас система состоит из множества процессов, если один из них закрашивается, то не имеет значения. Вот. Но на самом деле это не полная история, потому как, если вернемся к тому примеру с покупкой авиабилетов, да, мы можем, если у нас произошла ошибка при оплате, мы можем позволить ей закрашивать процесс, но пользователь остается недоволен, потому что он пытался оплатить, но ничего не произошло. Что мы будем делать дальше? Вот. Поэтому более продуктивно, мне кажется, говорить не «Let it crash», а более правдоподобно звучит вот эта мантра. «Fade fast, restart, try again». То есть, и это, собственно, то, как работают супервизоры в LXE и Vernon. Если у нас произошла какая-то ошибка в процессе, мы хотим как можно скорее его завершить, чтобы он не продолжал работать с инкретным состоянием и не портил вообще логин приложения. То есть, если есть ошибка, мы завершаем процесс, дальше супервизор его restarted, он снова как бы возрождается уже с каким-то известным состоянием, в котором мы знаем, что он не закажется сразу. Вот. А «try again» это значит, что для таких вот задач, которые мы хотим повторить, даже в случае ошибки, мы сохраняем какой-то минимальный стейк, чтобы потом процесс после реставра смог снова попробовать выводить эту задачу. Вот. Визуально это выглядит так. С первого раза не получилось, но потом, если мы попробуем снова, рано или поздно, нас ждет успех. Переходим к примитивам, которые есть в Алексею, которые делают возможным все то, о чем мы говорим. В основе всего лежит процесс, правильно? Это то, что дает нам возможность разделять систему на логические куски, которые изолированы друг от друга. Каждый процесс это по сути как в операционной системе. Каждый процесс имеет свою нить выполнения, он однопоточный. Вот. И если он, если у него происходит ошибка, то он умирает, но на другие процессы это никак не влияет. Они все себе живут параллельно и каждый думает о своем, заботится о своем. В жизни это выглядит так. Как видим, один процесс закрашивается, а на второго это никак не влияло. раз мы говорим об устойчивости к ошибкам, то нужно вспомнить, что такое ошибка собственно в эликсире. Ошибка это, в эликсире это называется exception и в эликсире это error. То есть когда это значение, которое генерируется в вектуальной машине, когда происходит какая-то непонятная ситуация. Например, мы пытаемся поделить вновь или мы пытаемся вызвать функцию, которой нет. Вот в этом случае устойчивая машина понимает, что что-то пошло не так, генерируется ошибка и обычно процесс просто кражется с этой ошибкой, если мы явно ее не обработали. Но когда процесс кражется, чтобы что-то сделать с этим, как-то реагировать на это, нам нужно возможность отложить или наблюдать за тем, что подряд за падением другого процесса. И это реализуется с помощью механизма линков в верхнанной машине Герланд. Линки позволяют связать два или более процессов в такую группу связанных процессов таким образом, что если любой из процессов в этой группе закрашивается, то все остальные тоже крашатся. Это происходит благодаря тому, что когда процесс например вот этот крашивается, виртуальная машина она из него посылает так называемые exit сигналы во все процессы которыми он сленковал. И по умолчанию любой процесс, который получает exit сигнал, он тоже падает с такой же причиной, как и процесс, который генерил впервые этот exit сигнал. Супервизоры это специальные процессы, которые умеют отлагать эти exit сигналы и вместо того, чтобы падать, они просто стартуют этот процесс замок. Но при этом супервизоры он также связан с другими процессами и если он сам падает, то если он завершает свою работу, то все сникованные с ним начальники процессы тоже завершат работу, потому что они полночами не отлавливают эти exit сигналы, они просто крашатся вместе с процессом супервизора. А если мы не хотим, чтобы у нас процессы имели такую синхронную процесс падения, мы можем использовать одностороннюю связь, которая реализуется с помощью мониторов. На этой схеме я отметил мониторы пунктирной линии, в этом случае у нас вот этот процесс, например, он создал мониторы для других процессов, и когда любой из них завершится с любой причиной, даже если он просто нормально завершился, то этот процесс получит свой молокс сообщения специального вида, который начинается с атом и адаун, и дальше идет пид процессы и причина завершения. И даже если процессы завершается с какой-то ненорма из-за ошибки, то тогда этот процесс просто получает такое же сообщение, в котором будет указана ошибка и возможность так трейс. И даже если вы не пользуетесь мониторами явно, то за вас это делает это пример кода упрощенный из реализации функции джинсервер call. И как мы видим здесь, прежде чем отправить сообщение джинсерверу, создается монитор, и потом, когда мы в блоке рискев ждем ответа, то мы можем получить вместо ответа мы можем получить сообщение о том, что процесс завершился. И в этом случае тот процесс, который вызывает функцию call, он тоже завершится с этой же причиной. Может быть такое, что джинсервер отправил ответ, а потом остановился. То есть для него это нормально остановиться с причиной шотдауна. В этом случае мы сначала получим ответ, и дальше у нас уже неудово, что он завершился, потому что мы на этом моменте, когда получил ответ, выйдем из-за критинга. Мониторы, ссылки и процессы это примитивы виртуальной машины, на которых можно строить гипотечные функции для более высокоуровневых каких-то понятий. И одна из таких высокоуровневых штук это task и task supervisor. Это модуль великсея, который представляет некоторую абстракцию над простыми процессами и позволяет нам спускать в фоне какие-то задачи, которые потом могут нам отправить ответ, либо просто они выполняются и завершаются. Вот это удобнее, чем просто вручную вызывать спонлинк, send, receive, start and task это все оборачивает прессив интерфейс. Ну и собственно supervisor это то поведение, которое является частью OTP, на базе которого уже строится устойчивость к ошибкам, которые любят рекламировать в экосистеме карман и эликсира. Супервизоры опять же это процессы, которые могут вспомнить другие процессы, дочерние процессы. И когда какой-то из дочерних процессов завершается с ошибкой, супервизор будет рестарт. Есть разные стратегии для супервизоров, которые позволяют контролировать, как именно рестартаться дети. Ну, как бы основы такие. Упс. А, ну и вот важно сказать, почему именно концепция с супервизорами работает. То есть, почему, если процесс закрашился с ошибкой, почему мы считаем, что если мы его рестартим, все будет работать нормально. Вот. И дело в том, что в 1980 году был такой чувак Джим Грей. Вот. Он написал интересный пейкер о том, как вообще происходят ошибки и как с ним бороться. Пейкер так называется. Why do computers stop and what to do about it. Вот. И он там сделал такое наблюдение, что когда возникает какая-то аппаратная ошибка, то часто ее можно исправить, просто перезабрузив этот компонент, в котором она возникла. Мы нам это тоже с нами знакомы. если что-то на компьютере не работает, можно его перезагрузить и все заработать снова. Так происходит, потому что обычно ошибки, которые происходят в продакшене, они довольно-таки трудно воспроизводимые. То есть они возникают из-за какого-то стечения обстоятельств, когда несколько процессов одновременно сделали что-то, что они очень редко делают, но именно в этой ситуации произошла критическая ошибка. Вот. И этот Джим Грей он вел такое понятие как бор-бак и хайзен-бак. Бор-бак это как бы как модель атомов по бору. Вот это нечто такое, что всегда происходит. Вот это нагляда демонстрации. То есть видно в нашем ходе есть какая-то ошибка, и в целом раз мы были в десантере, она будет повторяться постоянно. Такие вещи, они обычно искореняются на этапе разработки, потому что мы разрабатываем, пишем тесты, и все такие ошибки, которые легко произвести, они обычно отлавливаются с помощью тестов. А вот хайзен-баки это что-то в таком духе. То есть это получается наносить процесс идущие девушки, и в этом случае если мы его в старте, то в следующий раз когда она будет пройти, дерево уже на нее не упадет. Это довольно трудно воспризонимый баг. Именно такие баги решаются с помощью рестартов. Поэтому супервайзеры они первоплодуют, потому что в продакшене, если у нас нормально конечно тестирование не построено, то в большинстве багах мы отлавливаем, а страдач несутся только такие, которые довольно трудно воспризывали. Вот. Ну и собственно имея в виду вот эти строительные блоки, которые мы можем использовать для создания газоустойчивых систем. Мы постараемся улучшить наш пример, то есть сделать его менее подучим. Первое, что мы сделали, что я сделал, я вынес создание аккаунта и создание для него документа в отдельную функцию и там это все выполняется в транзакции. То есть вот эта как бы эта транзакция, это тот логический блок, вот эти наши две операции, это логический блок, который является необходимым для завершения регистрации пользователя. То есть когда это все выполняется успешно, мы возвращаем аккаунт, вот, и он тут вернется собственно нашему клиенту. Если здесь происходит ошибка, то тогда мы продолжать не можем и тогда мы кашемся, уже логируем нашу ошибку, вот, чтобы потом увидеть, увидеть, что была какая-то проблема и дальше продолжать мы уже не можем. Вот. Концептуально это, точнее, схематически это вы видите, То есть у нас есть наш процесс феникса, в котором выполняются экшены контроллера. Вот. Есть этот супервайзер эндпоинта, у которого для каждого входящего запроса создается процесс. Вот. Внутри этого процесса уклоняется наша логика, наш контроллер экшен и все остальное. Вот. Если мы общаемся с базой данных, то у нас есть обычно экто, в котором есть свой супервайзер, вот, и мы просто отправляем скрепить запрос уже коннекшену с базой данных, который является отдельным процессом, и там происходит общение, и мы потом получаем обратный результат. Но суть в том, что вот пока что вся наша логика регистрации лежит в одном процессе. если произойдет какая-то ошибка на одном из шагов, то у нас процесс упадет, и мы не сможем дальше ничего сделать. Вот. Давайте попробуем исправить ситуацию вот так. То есть вот в предыдущем примере у нас был один блок вид, который мы пытались сделать по очереди 10 шагов. Вот. Но так как нам важно только вот сейчас только первый шаг, чтобы он выполнил все успешно, мы попробуем игнорировать результаты всех остальных официальных шагов. Таким образом. То есть мы теперь не смотрим на возвращение назначения этими функциями. Вот если они принули ошибку, то нам все равно. Этот подход в принципе выглядит уже лучше, но все равно выпускает одну важную татуь. Что если у нас баг подносит функции? То есть нечто такое, что вызовет runtime exception и из-за этого упадет процесс. В этом случае недостаточно просто игнорировать возвращение назначения. Вот если нам действительно важно защитить вот это создание аккаунта, чтобы ничто больше не смогло его отменить, нам нужно какие-то более радикальные средства применять. Вот. Поэтому мы сделаем что-то такое. Мы каждую из этих операций будем выполнять инсинхронно в отдельном процессе. Вот. И ну а собственно async task это такая штука. То есть здесь мы как раз создаем task который не связан с текущим процессом никак. То есть он не синхронен с текущим процессом. Он создается в качестве ребенка этого супервайзера, который где-то в другом месте создан и живет отдельно в текущем процессе. Таким образом когда async task выполняется если там какая-то ошибка то процесс task закрашивается но процесс который выполняется action контроллера на него это никак не повлияет. Вот таким образом у нас уже получается что-то больше похожее на правду. То есть мы можем регистрировать пользователя какие-то заскидулить task и возможно они с ошибками и пользователь уже сможет закинуть сайт и что-то там делать. Но конечно это не предел начинания. Собственно это так выглядит. То есть когда до этого у нас была логика вся в одном процессе который оплатывает запрос когда мы делаем task то у нас теперь есть отдельный supervisor у которого каждый task это дочерний процесс ну а здесь мы просто из процесса выполняющего запроса создаем эти task вот но что будет если у нас произошла ошибка например при создании кастомера в Stripe API или при отправке email сообщения со ссылкой подтверждения аккаунта если там произошла ошибка то пользователь не сможет подтвердить аккаунт правильно для того чтобы эту ситуацию разрулить нам нужно не просто изолировать ошибку а нам нужно изобрать механизм повторения этой задачи то есть попробовать потом начать из чистого состояния и запустить задачу снова и посмотреть может во второй раз она получится успешно для этого можно использовать очереди здесь я привел ссылку на проект mbq который реализует клиент для RabbitMQ Алексия и мы на продакшене используем RabbitMQ как раз для подобных задач когда можно выбрать какой-то task который может запредиться но мы хотим повторять с какой-то периодичностью пока он не выглядит успешно если мы используем RabbitMQ у нас получится что-то похожее на это есть уже вместо async task мы отправляем сообщение в очередь RabbitMQ эти сообщения выглядят просто как запрос на вызов функции схематически это идет так здесь мы паблишим сообщения в RabbitMQ здесь мы у нас есть некоторый внутренний API который имеет определенные параметры вот здесь идея в том чтобы мы могли это сообщение запаблишить в RabbitMQ чтобы в случае неудачи неудачи у нас это сообщение попало в очередь где оно подождет 5 секунд вот этот момент вот и потом через 5 секунд мы попробуем снова его обработать вот и здесь мы задаем что максимальное количество работ у нас 5 то есть после 5 неудачной попытки это сообщение либо умирает либо ложится туда отдельную очередь где мы можем потом на него посмотреть разобраться с тем что не так вот ну и суть в том что после того как мы отправили сообщение RabbitMQ у нас в коде будет какой-то обработчик который при его получении сможет вызвать тот код который должен выполниться вот здесь это приставок в таком псевдокоде то есть когда у нас из RabbitMQ поступают сообщения в эликсир то вот это наш Job который представляет себе модуль функций аргументы вот мы просто их выполняем и смотрим если у нас все прошло успешно то мы окно лжим это сообщение и говорим что все задача не принес если нет тогда мы логируем ошибку вот и reject сообщение то есть он отправится обратно в очередь и потом через время пробуем обработать обработать снова вот этот подход визуально можно представить так теперь у нас у нас есть наш старый знакомый процесс обработки запросов от клиентов вот теперь когда нужно что-то сделать на какую-то форму задачи вот мы это управляем RabbitMQ вот а дальше уже из RabbitMQ у нас есть отдельное дерево суббивизоров которые отвечают только за то чтобы выполнять подобные задачи которые мы отложили и которые мы ожидаем что могут выполниться с ошибками вот ну и в принципе я такую схему использую для обработки разных видов сообщений это может быть работа с внешними API типа Stripe или Opsmark это могут быть какие-то даже внутренние обработчики то есть в нашем коде мы создаем сообщение которое потом обрабатывается внутри нашего приложения и так далее вот и на данном этапе у нас уже вот у нас уже это все выглядит более достойно осталось только исправить одну последнюю штуку вот это ну по сути когда мы зарегистрировали пользователя мы отправим эти задачи асинхронные для того чтобы отправить ему на вас поддержку со ссылкой на подтверждение аккаунта зарегистрировали его в Stripe вот и последняя штука это мы хотим импортировать документы пользователя из другого сервиса и в данном случае у нас допустим требование к нашему приложению что эта задача не должна повторяться мы пробуем это сделать если у нас произошла ошибка то мы просто пометим это в пазе данных и пользователь всегда лично сможет увидеть что импорт не удался вот в этом случае вместо того чтобы пускать это все через очередь можно использовать другой подход мы можем создать task вот то есть здесь вот эта функция async вот этот процесс никак не связан с обработчиком с первоначальным процессом если он завершится с ошибкой то ничего плохого не произойдет а внутри него для того чтобы уже собственно обработать импорт документов и узнать результат этой обработки мы создаем еще один task который уже который создается с помощью функции async no link то есть мы можем узнать с каким результатом он завершился вот ну и дальше просто идет ожидание ответ от него с определенным тайм-аутом вот и если там произошла ошибка тогда мы это логируем вот если все успешно то мы просто каким-то образом это процесс вот таким образом у нас получается как бы процесс task вот который в котором создается еще один task вот и вот этот внешний task он просто нужен для того чтобы проверить результат этого течения на task вот и это все выполняется изолировано от нашего изначального процесса вот это собственно конец рассмотрения примера вот ну и напоследок хочу просто пройдись по небольшой обзору еще инструментов которые мы можем использовать за пределами OTP то есть которые не входят в OTP но которые часто встречаются на практике и о них полезно знать вот собственно это наверное вам известно что если у нас происходит какая-то ошибка неожиданная нам нужно как-то узнать о том что-то произошло и нужно потом иметь возможность разобраться в причинах то есть по дебатам для этого очень полезно использовать какой-нибудь инструмент для трекинга ошибок вот это может быть центре по сути это библиотечка которую вы добываете в XIR и если у вас выполняет фресот предэксепшн в любом процессе этот эксепшн отправляется на этот сервис где у вас есть удобный дашборд в котором можно посмотреть в чем суть ошибки вот и для этого помогают также логи которые нужно в том или в полочном сервисе и логи кроме того они полезны для того чтобы отследить путь пользователя какие-то запросы он понял до того как он столкнулся с ошибкой получается логи они позволяют по сути оттрейсить поведение пользователя для того что-то что-то не так еще полезный паттерн называется explanation barcode он используется когда у нас есть некое персистентное соединение с внешним сервисом например с той же базой данных вот вот этот db connection это то что использует экто у себя под капотом когда вы запускаете в котором есть экто оно устанавливает соединение из базы данных или целый пул соединений и если это не получается сделать то есть база данных недоступна то экто попытается через время снова установить это соединение если снова не получилось то уже через больше время пытается это снова сделать таким образом есть определенный экспоненциальный анткад все более редко а это пытается восстановить соединение и таким образом мы не попадаем если у нас не было этого экспоненциального боков мы просто в цикле пытались бы восстановить соединение и у нас мог бы просто посыпаться ловко этих ошибок или других неприятных эффектов возникали а такая штука она позволяет рационально вот эти вопросы установки соединения с сервисом которые могут доступны вот еще такая интересная вещь которую недавно увидел этот проект называется director это интернативная реализация супервизора вы наверное знаете такую проблему что когда у вас какой-то процесс находится под супервизором и этот процесс крашивается супервизор и его рестав и практически сразу после рестав процесс кражется таким образом когда он постоянно крашивается супервизор достигает лимита рестав он сам завершается и таким образом как бы рекрусивно завершается все приложение вот эта проблема решается ну один способ решить это добавить еще один уровень супервизора который будет изолировать своего родителя от этих повторяющихся рестав вот конечно нужно посмотреть почему процесс крашивается сразу после старта возможно у вас какие-то непонятные он ожидает выполнения условия которые на самом деле не могут быть выполнены но есть еще такой подход альтернативный когда вместо супервизора вы можете использовать директор и у него есть конфигурация которая позволяет вам сказать что если ребенок достиг лимита рестартов то просто мы большого не рестартили супервизор продолжает жить этот ребенок уже не отпаривается с концами и дальше нам нужно просто посмотреть блок и разобраться в чем проблема а система продолжает работать нормально ну и список инструментов не исчерпывается этими несколькими штуками вот суть в том чтобы понимать что OTP это основа на которой строится большинство разоустойчивых приложений правил гейдоксиле но сейчас для современем это все не стоит на месте и появляются новые инструменты новые фронтальные которые помогают разруливать ситуации которые часто встречаются на либо при создании бебсервера либо при работе с другими приложениями вот вам нужно понимать что просто отказ в устойчивости это может быть недостаточно для пользователей то есть это может быть достаточно для того чтобы система могла работать но пользователей ожидает всегда чего-то больше поэтому следует оценивать в каких местах смогут быть ошибки особенно это относится к общению с внешними сервисами и пытаться подумать заранее каким образом можно предотвратить плохое влияние этих ошибок на UX сервисе ну и вместо let it crush я хочу чтобы мы использовали fail fast restart try again потому что это более полезная мантра чем просто позволить системе завершить процесс и больше ничего не делать вот если вам интересно влюбиться в тему я подобрал ряд материалов которые я сам читал вот которым вдохновлялся вот этот пейпер о котором я говорил вот собственно это диссертация создателя Эденга Джо Амстернга в котором очень подробно описывает предусторию все отказы устойчивости и принципы которыми он рост создавал и так далее короче довольно много полезных потерялся в интернете и у меня все вопросов вопросов да перестарт привез к тому что данные начинают я понимаю вопрос но у нас к счастью закона подрожжения не было ну как бы такие проблемы могут случиться если мы пишем базу данных правильно и что-то не дописали или стороны сервис ну да получается большинство таких вещей мы оборачиваем транзакциями и если что-то не дописалось и произошла ошибка при записи базу данных то отказывается вся операция еще кейс у вас который тоже связан когда на не знаю на процессе на другой операции зависит очередность выполнения но если просто кью или асинтаск то этого не происходит они могут выполниться когда-нибудь вот так ну как при использовании чередей у вас есть контролем тем в каком порядке не управляешь у вас параллельно очень получается не одна не вся и зависит от операции сейчас здесь как раз идет последовательный вызов функции то есть последовательно кладется сначала одно сообщение в очередь потом второе и дальше уже зависит от того но это зависит от того как мы сконфигировали в нашей очереди мы можем сделать так чтобы они параллельно выполнились а можем так чтобы они выполнены в следующем случае когда юзер выполнится выполнится успешно юзер переставляется попытается еще раз на полужную обратную очередь и тадам пойдет позже да это верно опять же если у вас есть зависимость от последовательности то тадам я могу сделать такой внешний таск который сначала пытается сделать первый шаг и только когда успешно будет выполняться второй шаг это может быть одно сообщение которое вы отправляете очередь и внутри этого сообщения вас просто запретирована эта последовательность которую постепенно разворачивается сложный момент да в рамках подхода к аккасоустойчивости значит является что если что-то может упасть то все данные которые находятся внутри данные этого состояния должны находиться где-то еще вот это зависит суть 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 работы суперизора заключается в том что если процесс упал он расслабился с каким-то другим состоянием а не с тем в котором он упал мы ожидаем что будет чистое состояние процессора которое нужно стартовать и работать уже нормально без ошибок вот если тебе нужно сохранить какое-то состояние то об этом нужно думать заранее тебе нужно определить что именно важно сохранить для того, чтобы когда процесс рассталкивался, он смог повторить задачу, которую мы начали платить. Собственно, об этом идёт речь, если мы, например, вложим сообщение в очередь, чтобы оно было выполнено в процессе. Вот это сообщение, которое мы вложили в очередь, это есть рецепт таска, который мы хотим выполнить. То есть мы могли бы сделать это другого. Мы могли бы попытаться выполнить таск в процессе, и если бы засупал, мы могли бы каким-то волшебным образом сохранить его состояние, и потом вставить его соединить в состояние. Но нет никакой гарантии, что он не придёт снова, если бы мы сохранили полностью его состояние. Правильно? Поэтому суть в том, чтобы минимальный необходимый стейк, в котором сложно допустить ошибку, мы его сохраняем для того, чтобы процесс в каком-то в нём достаткнулся и показался внутреннюю свою задачу. У меня такой концептуальный вопрос. Предположим, что мы пишем функциональную степь, и мы хотим писать чистую функцию, мы хотим сомневаться чистыми функциями. Тогда результат входа подделяет выход, так? В такой ситуации эта система работает. Идея же, если мы положим те же данные и выставим с тем же данными, а у нас чистые функции, а мы должны пойти именно там же стены. Да, но это значит ошибка уходящих данных, да? Насколько это вообще тогда имеет смысл в контексте эликсира? В контексте эликсира мы не пишем чистые функции в большую часть времени. Ну если мы будем просто стараться, сделать всё хорошо. Ну а почему это считается хорошим, по умолчанию? Потому что больше гарантий, то есть мы гарантированно знаем, что пойдёт. То есть по факту этот подход подводит нас к тому, чтобы писать больше проблем, ну больше сайд-эффектов, чем подход, когда мы пишем чистые функции? Нет, суть не сайд-эффектов. То есть если мы используем чистые функции, то проблема может быть в одном из двух мест. Либо у нас данные некарректные, либо внутри из-за какой-то из этих функций есть баг. И то и другое поведёт до по одному и тому же проблеме каждый раз, при каждом рестарте. То есть вообще не разбирается, что этот рестарт дает функцию сделать всё хорошо. Наоборот разбирается, что рестарт идёт к тому же акциону. Только одна проблема может таким образом решиться, если у нас есть зависимость. Но если у нас есть зависимость от данных, то вот этот подход и не решатель, потому что мы точно видим, что зависимость мы не контролируем с очередями. Окей. Но в этом случае, если мы используем очередь, и у нас есть какая-то задача, которая предполагаем, что она завершится с ошибкой. И мы именно для того используем очередь, чтобы ограничить количество повторений этой задачи. То есть если мы пытаемся выполнить всё снова и снова и снова через время, но это у нас не получается, то в конечном итоге мы просто сдаёмся и логируем эту ошибку так, чтобы потом посмотреть уже и разобраться, в чём проблема. Вот. Если мы просто используем супервизор, в котором, например, представьте процесс, который постоянно творяет один и тот же код, и он всегда окрашивается, то да, этот супервизор он сам закрашивается, если мы не предъявляем каких-то дополнительных мер. Я не могу говорить о другом месте. Просто, если чистая функция, то всегда упадёт. То есть нет смысла рестартовать, да? Если чистая функция, одна проблема может решиться рестартом, это только если зависимости между разными операциями придешь. Потому что зависимость от импута даёт упадение, зависимость от состояния системы только можно исполнять. Но зависимость от состояния системы не приведёт к тому, чтобы вот это решить её. Но это не решает её, потому что мы не гарантируем, что стены с тем изменятся в таком виде, в котором супервизор не придёт. Почему? По факту нет никаких гарантий, что это будет цель. Окей, подходит. Как я говорил, если у нас как бы баги, которые постоянно воспроизводятся, ну то есть легко воспроизводятся при заднем состоянии. Тогда я спросил, рестартовать, да? В этом случае нет смысла рестартовать, да? В этом случае нет смысла рестартовать. Но такие баги следует отлавливать с помощью тестирования. Потому что если есть состояние, которое приводит к корректной работе системы, вот если состояние каким-то образом попадает в нашу систему, то это что-то, что мы можем отловить на атаку тестирования. Забежь базу – это чистая функция? Нет. Почему? Забежь базу – это операция уже на уровне коннекшна. Но если мы пишем на числом функциональном языке, вот на пасты. Там же все функции чистые? Не все? Нет. Из грязни, не ели, как бы на самом деле. Да так можно, там два сетей смоната. Чистос, без манаты, базу не садишь. Так, ребята, давайте перейдем дальше к вопросам. Израильничать. Что касается вопрос? У халеба, у халеба просто. Болитина маната, у нас такая пятка пошла. Имеет больше смысла чаем, пытаться очень везде настроить. Просто предложение. Еще раз, можешь повторять? Но можно пытаться использовать манаты, которые в функциональном стиле как-то работают лучше, чем пытаться строить зависимость очередей? Можно попытаться. И как раз тут была хорошая презентация на тему того, что… Партизанская партия. Еще есть пасты? – Спасибо, Леша. АПЛОДИСМЕНТЫ